Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим про настольную прививку винограда. Я расскажу, что, как и для чего мы делаем. Давайте вообще поговорим, для чего нужны прививки и что это такое. Прививки это когда один сорт винограда мы соединяем с другим. Для чего это делается? В зонах, где есть филоксера, прививают на филоксероустойчивый подвой. В некоторых регионах прививают на морозостойкий подвой, на те, у которых корни обладают большей морозостойкостью. Ни одной, ни второй проблемы в нашем регионе нет. Так для чего же мы делаем прививки? Первое, когда мы ограничены в посадочном материале. К примеру, у нас молодой кустик винограда, мы уже видели, он плодоносил. Но смогли взять с него буквально один-два черенка. В таком случае у нас есть возможность больше их размножить. И второй вариант, когда мы купили черенки, мы можем их привить и быстрее посмотреть и подтвердить сортность того посадочного материала, который мы приобрели. Настольная прививка осуществляется черным в черное, то есть вызревшей частью в вызревшую часть. Но она может быть на черенок, а может быть на саженец. Вот мы специально для прививки, как раз таки для наших целей взяли именно годовалые саженцы. У них, с одной стороны, есть запас питательных веществ и у них есть развитая корневая система. Именно такая прививка нам позволит в случае, если в почках был заложен урожай, оставить, конечно, даже не целую гроздочку, но пару ягод. И уже в этом сезоне посмотреть, действительно это тот сорт, который мы приобрели. Ну, либо произошла какая-то ошибка. Мы, конечно, надеемся, что будут именно те сорта, которые мы хотели. Но, тем не менее, у нас есть возможность быстро это проверить. Ну, кроме того, напомню, быстро размножить то, чего у нас, скажем так, в дефиците. Сроки таких прививок. Поскольку мы это делаем не на черенок, а все-таки на саженец, напомню, с запасом питательных веществ, с развитой корневой системой, мы это можем делать конец марта, начало апреля, в принципе, даже до середины апреля смело можно прививать. Потому что у растений хватит сил и хватит времени нормально вырастить вот эти вот привитые побеги и нормально их вызреть потом. Ну, теперь кратко сам процесс. Сначала замачиваем черенки для восполнения влаги. Мы замачивали на двое суток. Прививать мы будем в расщеп. Отрезаем необходимую нам часть черенка. И заостряем ее с двух сторон. В итоге у нас получается вот такой клин. Теперь готовим подвой. Наш опыт показал, что лучше всего прививать в прирост прошлого года. Отрезаем ненужную часть. Удаляем все почки. Примеряем. И делаем расщеп. Примерно такой же длины, как и наш клин. Смачиваем водичкой. И ставим туда черенок. Важно все совместить хотя бы по одной стороне. И теперь плотненько обвязываем. Мы для этого используем специальную прививочную ленту. Смачиваем водички. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прошло 2 недели Почки на прививочках активно просыпаются И, честно говоря, растут буквально на глазах Вот это вчера еще было Вот на уровне вот таких листиков Сегодня уже почти открылись эти самые листики И если хорошо присмотреться, то видно, что есть такие небольшие бугорки у нас Вот здесь идет образование калуса И идет процесс срастания А вот уже подросшая прививочка Специально подставила руку, чтобы можно было сопоставить размеры Как видите, почка, которую мы прививали В ней был заложен урожай Причем вот на этой гроздочке мы уже даже часть убрали Ну а эту уберем чуть-чуть позже, чтобы не повредить все остальное Саженец высажен в горшочек, назовем это так Здесь тоже видно, что пошло хорошее срастание Ну и, конечно, то, насколько вырос этот побег Также говорит о том, что срастание здесь произошло успешно И это растение сейчас будет хорошо и активно развиваться Вот еще пару дней прошло И смотрите, и эта гроздочка раскрывается И вторая гроздочка Вот насколько саженец подрос А всего лишь прошло 4 дня Ну а затем в мае часть таких саженцев поступит в продажу Вот в тех больших емкостях То, что мы прививали для себя Мы либо оставим также в емкостях Либо высадим в школку Ну, будем уже смотреть по своим возможностям Напоминаю, что такая прививка позволяет нам быстро подтвердить Сортность Если у нас есть в этом необходимость И быстро размножить те сорта, которых у нас в недостатке Ну а на этом я с вами прощаюсь Большое вам спасибо за просмотр Подписывайтесь, ставьте лайки Пишите комментарии Под видео, нажав кнопку еще Ссылка на каталог наших сортов и награды И мои контакты И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok